Всем привет! Сегодня 7 сентября, Московская область. Я готовлю грядку для посадки зимового чеснока. Сразу скажу, что высаживать его буду 15-16 октября. Можно было дней на 5 и пораньше, но я буду находиться на отдыхе, поэтому высадка в этих числах будет. Грядку я освободила. Это 5-метровая грядка, ширина 80 сантиметров. Я освободила от растительных остатков. Земля здесь у меня неплохая, замечательно, рыхлая, пушистая. Но так как здесь росли культуры, мне нужно ее слегка возобновить. А так, в принципе, земля уже и готова. Чеснок вырастет только в легкой почве. Если у вас тяжелая почва, разбавляйте, конечно же. Чеснок у меня всегда крупный получается. Итак, вскрыла я прошлогоднюю яму компостную. Получилась такая замечательная земля. Ее как раз я и буду добавлять в эту грядку для чеснока. Мне одной тачки вполне достаточно, потому что здесь у меня земли тоже в грядке достаточно. Обязательно я добавляю песок. Если для высадки лука я могу не добавить песок, то при высадке чеснока обязательно песок добавляю, потому что считаю, что чеснок любит песок. И тем более, если почва тяжелая, она немножко, конечно, разорыхлится. На такую пятиметровую грядку буду добавлять два ведра золы древесной. Посмотрю, высыплю, если будет мало, добавлю еще ведро. Два-три ведра в общую на пятиметровую грядку. Дальше буду использовать это сияние номер один, проливать грядку. Все как разбавить сияние, как приготовить маточный раствор. Здесь четкая инструкция, очень все легко и просто. Еще в конце видео я хочу вам показать сорта чеснока. У меня в этом году, как оказалось, будет много. Зрительница моего канала Ирина мне прислала разные сорта. Очень интересные, спасибо ей большое. И здесь также мои три сорта. Еще я с Ростова привезла очень интересный сорт. Кому интересно, в конце видео досмотрите, я вам покажу эти сорта. А сейчас давайте начнем готовить грядку. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, в грядку добавила прошлогодний компост, песок и золу. Сейчас хорошо проливать буду обычной водой. Затем маточный раствор сияния номер один я буду растворять в лейке. И также хорошо этими бактериями проливать почву. И сейчас выzeichlets и ее складывать готов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Грядка готова. После того, как я провела сеяние номер один бактериями, закрыла плотным картоном, зафиксировала кирпичами. Если нет картона, можно использовать обычные полиэтиленовые мешки из-под сахара. Тоже все прекрасно. Здесь, знаете, главное, чтобы создать условия сырости и темноты. И все. Периодически я картон сверху проливаю водой. И все прекрасно получается. В октябре снимаю картон и просто высаживаю чеснок. Хочу сразу еще показать вам сорта, которые буду высаживать. Потому что не знаю, будет ли возможно снять видео при высадке. Но это Любаша. Я его опробовала в прошлом году. Мне он понравился. Это Слон. Высаживаю уже года, наверное, три. Гулливер. Тоже мне очень понравился этот сорт чеснока. Я от него просто в восторге. И новинка тоже этого года. Это чеснок я привезла из Ростова. Он тоже четырехзубчатый. Похож очень сильно на гулливера моего. Но мой покрупнее. Здесь головка поменьше. Но внешность у него, конечно, очень схожа с моим гулливером. Посмотрю, что выйдет. Или это такая мелкая и будет головкой. Или все-таки она вырастет, как и мой чеснок. Гулливер. Вот отделились зубчики. Смотрите. Это вот такой один зубок. Очень крупный. Отличный сорт. Так. И мне пришла еще посылка. От зрительницы канала. Ирина. Ирина. Спасибо ей большое. Она мне прислала, значит, чеснок баклановский. Это воздушкой. Для воздушки и чеснока я буду делать отдельную грядку. Я не буду основную занимать. Также воздушка. Сорт лосевский. Вот такая. Воздушка. Сорт петровский. Это уже головка чеснока. Это кустовой сорт. Она сказала, что это сорт редкий. И садится полностью головкой. Как есть. Посажу обязательно. Посмотрю. Мне очень интересно. Марада. Это я ждала от нее этот чеснок. Хвалят его. Выглядит он такой фиолетового цвета. Красивый такой. Тоже зубчики очень крупные. Буду высаживать в этом году обязательно. Здесь она еще мне выслала однозубки. Это сорт. Харьковский фиолетовый. Вот такой. Однозубку прислали. Это башкирский. Тоже обязательно буду высаживать. Слышала ему. И сорт надежный. Я не знаю, это или так название надежный. Или она просто написала, что это сорт надежный. В общем, не знаю. Надо будет спросить. Тоже однозубочку прислала мне. Также воздушку еще прислала. Сорт зубастик. Вот такая воздушка. Для воздушек отдельная грядка будет у меня. Представляете, сколько у меня в этом году чеснока. Постараюсь высадить все. Потому что мне эти сорта очень интересные. И у меня никогда их не было. И также у меня еще знакомые угостили. Это лук. Лук суворовский. Это вот такой один цветочек был. И семена у него, как у чернушки. Никогда не выращивала. Ну, тоже посею его, посмотрю. Чтобы полноценно уже урожай получить, это надо 3 года подождать. В общем, как высаживаю, как и чеснок буду высаживать. Тоже отдельную грядку. Потому что растение мощное. Отдельно буду от этой грядки. Такие сорта я в этом году буду высаживать. Весь посадочный материал перед высадкой я готовлю в этот же день. То есть разбираю на зубчики. Замачиваю, то есть обезвреживаю. И сразу же высаживаю. Заранее ничего не делаю. Таким образом в коробках он у меня будет храниться до октября. До самой высадки. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Продолжение следует...